До начала заключительного этапа Олимпиады по физкультуре несколько дней. В наш регион на соревнованиях будут представлять 9 школьников. Среди них Софья Яняшина. Девочка с 8 лет занимается цирковым искусством. Спортсменка впервые принимает участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. И, несмотря на юный возраст, успела показать высокие результаты. На городе я стала абсолютным победителем. Было тяжеловато, но я справилась. А на регионе мне не хватило 0,6 баллов. Победитель я стала призером. Но по результатам я прошла на всероссийские этапы. К серьезным испытаниям участники готовились с начала учебного года. Неделю назад школьники прошли подготовительные сборы. Олимпиада по физкультуре включает в себя теоретическую и практическую части. По каждому направлению ребят готовит отдельный тренер. У нас идет распределение тренеров по разным видам. И хочу отметить, что, да, Олимпиада по физкультуре – это самая такая многогранная. Потому что включает в себя и теоретический раздел, и такие виды спорта, как легкая атлетика, гимнастика, волейбол, баскетбол, флорбол, стрельба. На всероссийском этапе в Ульяновске примут участие 290 школьников со всей страны. Напомним, что призеры и победители Олимпиады получат льготы при поступлении в ВУЗа России. Они могут поступить в любой ВУЗ без вступительных экзаменов на направлении подготовки, соответствующей профилю Олимпиады. Или получить 100 баллов за ЕГЭ по профильной дисциплине. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.